Всероссийский форум легкой промышленности впервые на Ивановской земле. Два дня насыщенной программы российские и зарубежные гости и партнеры. Ивановская область не только площадка для мероприятий, но и одна из ключевых фигур. Ведь форум это шанс нашим предприятиям продемонстрировать свои возможности перед коллегами и потенциальными партнерами. То, что мы проводим наше заседание рабочей группы здесь, это возможность не только пообщаться нам на профессиональном уровне, но и возможность познакомиться непосредственно с нашими ведущими предприятиями. Не скрою, большинство самых инновационных предприятий у нас сейчас расположены именно в текстильной отрасли, расположены в Ивановской области. В первый день форума состоялось семь тематических круглых столов. На заседании экспертной группы «Легкая промышленность ЕС. Расширяем горизонт сотрудничества» обсудили экспорт и импорт Ивановской области со странами-участниками Евразийского экономического союза. В этом году вывоз в полтора раза превысил ВОЗ. Наши предприятия понимают, что они должны развиваться. И опять же, благодаря поддержке Минпромторга, Фонда развития промышленности, у нас реализовывается семь крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций, льготных инвестиций, порядка 3,6 миллиардов рублей. Это означает, что наши предприятия технологически готовы к производству более высококачественной и более конкурентоспособной современной продукции. Но понятно, что сырье у нас в основном это импорт, и мы импортируем сырье прежде всего из Узбекистана, ну а также Китая и Белоруссии. Узбекские коллеги, к слову, тоже приехали на форум. С ними в этом году договорились о поставках хлопка и о создании совместных производственных цепочек. Не исключено, что в самое ближайшее время на территории Узбекистана появятся общие с Ивановским бизнесом предприятия. Появился взаимный интерес у бизнеса, текстильщиков наших, Ивановских и узбекских текстильщиков с точки зрения создания совместных предприятий на территории Узбекистана по производству текстильной продукции, пряжи и суровья. Эти переговоры ведутся уже на уровне бизнеса. Центральное мероприятие второго дня форума – пленарное заседание конкурентноспособность российской легкой промышленности. Но прежде для замминистра Виктора Евтухова короткая презентация текстильной продукции Ивановской области. Спецодежда, лен, хлопчатобумажные ткани, изделия медицинского назначения. Со многими ивановскими предприятиями Минпромторг давно сотрудничает. Обещают без поддержки текстильщиков не оставить. Однако, всевзятые обязательства нужно будет четко выполнять. В противном случае субсидии придется вернуть в казну. Я думаю, что здесь проблем у Ивановских предприятий не будет. Они все работают не только уже на внутренний рынок. Все говорят о том, что они выходят на внешний контур. И не только ближние, зарубежние, но и дальние. И, конечно, выход на внешний рынок и конкуренция с такими крупными странами-производителями, как страны Юго-Восточной Азии, прежде всего Китай, Индия, Бангландеш, Итнам. Это действительно серьезный вызов. И если мы можем конкурировать на внешние рынки, уж свой-то рынок мы точно завоюем. Мы точно сможем предложить нашему потребителю ее качественную и доступную продукцию. В числе гостей форума Кристофер Тандатук, директор по развитию проектов института при аппарате премьер-министра Малайзии. Институт был создан для восстановления экономики страны. Но эксперта готов в совет для предпринимателей Ивановского региона. Если вы хотите зависеть всегда от правительства, я боюсь, что у правительства никогда не будет достаточно денег на все. То есть вы должны стать привлекательными для частного сектора. Ну вот я вам дам один пример. У вас есть текстильное производство, но также у вас есть химико-технологический институт, у вас есть кафедра дизайна и так далее. То есть производство всегда придет в университеты для того, чтобы был разработан там дизайн и было что-то разработано. То есть нужно подумать, как стать привлекательным для частного бизнеса, потому что у частного бизнеса есть деньги, которые можно куда-то вложить. Часто эти интересы могут совпасть. Привести форум в Иваново было инициативой Станислава Воскресенского. Минпромторг поддержал. Дальше больше. Теперь губернатор настаивает, чтобы мероприятие каждый год проходило только у нас. Форумы чем полезны? Люди зачастую говорят, вы там собираете и результаты. Но вот в кулуарах, в разговорах рождаются как раз конкретные проекты, это конкретные меры поддержки. Меры поддержки нам грех жаловаться. Министерство промышленности и по линии субсидий, и по линии федерального фонда поддержки промышленности нам такую поддержку оказывают. Вместе с тем есть разные вызовы. На мировых рынках есть определенные вызовы. Поэтому я и с президентом, и с председателем правительства России обсуждал дополнительные меры поддержки, текстильную отрасль в целом. И сейчас мы с минпромторгом над деталями таких мер работаем. Первый опыт мероприятия подобного масштаба можно считать успешным. Пятый Всероссийский форум легкой промышленности собрал более 800 руководителей предприятий, аналитиков и экспертов. И кто знает, какие судьбоносные решения были приняты там, в кулуарах. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.